После недели в Канкуне и Плая Дель Кармен я понял, что мне жизненно необходимы приключения. Автостоп по Мексике – лучшее мероприятие, которое можно придумать. Ведь бюджет у меня ограниченный, а язык сам себя не выучит. Поэтому от Толума я решил ехать на попутках. Информация об опасности Мексики для туристов подогревала мой интерес еще больше, но прежде нужно было глянуть, что же интересного есть в одном из самых туристических городов Мексики. Первым делом я пошел на руины. Так как на входе стояли какие-то военные и времени оставалось немного, то я решил даже не спрашивать сколько стоит вход. Я сразу пошел искать, как можно залезть туда бесплатно. И спустя пару минут и 50 метров я нашел путь через колючую проволоку высотой по колено. Перелез через забор в полтора метра тоже не составило никаких проблем. И весь в листьях, как разведчик, я вылез на территорию руины. Толум – один из самых сохранившихся городов Майя, который располагается на утесе и из-за этого можно наблюдать потрясающий вид на море и на сами постройки. Сказать, что впечатлился, я не могу. Я представлял что-то грандиозное, а в итоге увидел вот это. Но так как я зашел сюда бесплатно, то это место мне понравилось. Больше всего меня впечатлила моя первая в жизни большая игуана, от которой я чуть не упал в обрыв, когда внезапно его увидел. Ну а потом с чистой совестью я пошел искать хостел и смотреть город. В Толуме был какой-то большой забег и на фоне заката он выглядел очень живописно. Сотни людей, бегающих по главной улице, люди, которые их поддерживают, тренера и просто местные, которые отдыхают в конце рабочего дня. Все это складывалось в фантастическую атмосферу. Вечер я провел в поисках подходящего для посещения Сенота. И я нашел тот, который хочу увидеть. Путь я держу на Гранд Сенот. Это один из самых красивых Сенотов в Мексике. Стоит он 300 песо, это тысяча рублей примерно. Но интересно хоть что-то посмотреть, поэтому надо его обязательно посетить. Мне осталось идти два километра по вот этой вот дороге. Все, получил я свой билет. Выдали мне, кстати, еще вот жилет. Не знаю, видно его, не видно вообще. Я весь обвешан шмотками. Пытался чувака спросить по поводу того, где же мне можно оставить свои вещи. Что-то как-то он там промямлил, что-то прям совсем не про вещи ответил. Давайте посмотрим, что такое Сенота. Народу тут, конечно. Сенота – это пещера, в которых протекают подземные воды и в которых часть потолка провалилась и образовались, естественно, окна. Вот такие вот. Выглядит потрясающе. Вода в них прозрачная, прохладная. Это очень важно, когда жара больше 30 градусов. А самое главное – там есть разные рыбы, черепахи и прочая живность. Не могу это не заснять, но боюсь, что у меня телефон, короче, потом все, кранты ему. Я попробую его не мочить, но все равно страшно, прям капец. Тут еще всякие летучие мыши летают, куча всякого всего. Вон, слышите? Конец. Ну, вам, наверное, не видно ничего. Тут вот всякие сталактиды. Вот такой вот вид. В таком месте чувствуешь единение с природой, народу много, но я уже устал искать места, где нет туристов. За полтора года активных путешествий я всего пару раз натыкался на такие места. И то случайно. В итоге большую часть дня я провел здесь. Ну, не зря же я платил 300 песо. Кстати, все это дело открыто с 8.10 до 4.45 вечера. Ребята, наверное, вам будет интересно что-то про сувениры. Поэтому посмотрим, что тут интересного есть. Вот такие вот столбочки продаются. Тут вот прям вообще на вкус и цвет, короче. Какие вам нужны. Прям вообще разные. Что бы вы понимали, это флейта. Ребят, я вообще не понимаю, что у этих людей есть головой. Но... Типа, что? How much? How much? How much? 50? 50? 50? 50? 50? А, ну 50. Ага. Ни хрена себе 50 50 это 180 рублей За такую штуку А здесь видимо это все производится Доброе утро Синоты конечно это круто Но не хватает каких-то прям приключений И вот я думал поехать автостопом В сторону Бакалара И в итоге вчера я познакомился с Наташей Которая тоже собирается ехать в ту сторону Так, ребят, все Я уже на трассе Знакомьтесь Это Наташа Вот с ней мы будем путешествовать Сейчас первые разы Когда мы ловим машину Начитавшись всякого Как тут грабят Как тут обносят людей Но есть и положительный отзыв об автостопе Поэтому посмотрим Ехать нам 215 километров по-моему Да, Бакалара С Наташей мы договорились ехать до Мехико-сити Но для начала посмотрим немного побережье Кривского моря Наташа сгорели плечи Мы стояли сколько-нибудь минут 15 Но это очень жарко Прям капец как жарко Удивительно, но интересовало нас как раз не море Нас интересовала лагуна неподалеку от Белиза Туда мы прямиком и направились автостопом И это было неловко Потому что наши знания ограничивались Ола, грасиас, порфавор и пару цифр Нет денег, нет денег Так, остановилась маршрутка какая-то Но они, наверное, бабок хотят Ола, нет денег Нет денег Да, но нет денег А? Что? Я не знаю А, окей 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 Мне показалось, он показал, типа, идите пешком вообще Че тумал бакалара? А? Че тумал бакалара? Бакалара Бакалара Слушай, какие твои статки? Да, что он понял, что у нас бабок нету Я не знаю Я надеюсь, что он понял вас Мы уже несколько раз да, сказал Мы в каком-то городе Нас вот высадили И теперь Теперь надо выйти из него Тут, кстати, все намного колоритнее Че-то тут вообще как будто туристов особо нету Ну так вообще нету Блин, классные Такие всякие разноцветные Дома Тут туалеты Кстати, туалеты по местному баню будут Ну, чачус Смотрите, здесь уже елочки такие вот поставили Чисто новогоднее настроение Здесь все такое разноцветное А там местный Ленин какой-то стоит, наверное Тут тоже вот все звездочки Все украшено Потихоньку Заправки прямо в центре города Смотрите, нам осталось 114 километров до Бакалара Водитель реально прям красавчик Я не ожидал, что здесь можно застопить маршрутку И то, что она повезет тебя бесплатно Я думал, что вдоль побережья тут вообще Ну, чисто вообще нас никто бесплатно не повезет Типа туристическая зона Все, типа, ты не мексиканец, ты гони бабки В итоге ехали мы практически молча Иногда водитель показывал нам что-то жестами И повторял одни и те же слова В надежде, что мы резко начнем говорить на испанском К сожалению, не сегодня, а не я Просто мы выехали Ну, в 10.30, по-моему, мы только из Хостела вышли Мы доехали чуть больше, чем за два часа Я думал, что будет каким-то гиперуспехом Если мы хотя бы до ночи доедем Чтобы не по потелкам по этим передвигаться Но в итоге мы намного раньше Сейчас посмотрим, где тут вообще можно остановиться Нифига себе, она какая маленькая Ай, блин, он на английском В итоге за 464 песо мы имеем вот такую вот комнату Кровать, кровать, стены Лампочка Такая вот тумбочка И вот здесь вот, собственно, туалет, ванна, душ Ничего необычного вот тут выдали Было И вот что тут еще можно сделать Бакалар Место, куда доезжают далеко не все туристы Все из-за того, что он находится далековато от Канкуна Мы приехали сюда поплавать И сделать парочку фотографий на уходящем воду понтоне Я вот не совсем понимаю прикола Но местные почему-то очень любят купаться в одежде Вот тут женщина прям такая запрыгнула И вот там, ну, наверное, вам сейчас не видно Девчонки тоже, они по очереди выходят из воды И они прямо, ну, все сырые Крутецкий вид, классная вода Все вокруг намекало, но то, что нужно взять какой-то классный, красивый коктейль В городе я практически не встретил туристов Но я уверен, что этот спокойный город отлично подошел бы Для какого-то семейного отдыха Чтобы скайпом прокатиться на скейте или на велосипедах С потрясным видом на пальмы А еще именно здесь я попробовал Самый вкусный и самый дорогой буррито из всех, что я ел Но я вас уверяю, оно того стоило Вообще капец, как стрёмно Типа, столько всякой хрени Нам в голову повнушали Про Мексику То, что идти прям страшно Ну, вот я вроде уже Сколько, километра два По потелкам, по всем этим прошел Пока что все нормально Наоборот, все едут, улыбаются Утром мы проснулись с Наташей От самого громкого шума в нашей жизни Строители доделывали второй этаж К счастью, то что примерно в это время Мы собирались вставать Поэтому сейчас быстренько моемся Умываемся и выдвигаемся дальше Куда выдвигаемся, сейчас увидите Видим мы в Мериду Это другое побережье получается Это же море, это Грибского моря И это другой штат Это Меридинский Меридинский штат Вот такие вот географические познания Предвкушение есть чего-то, что будет что-то интересное? Да, если бы нет, ни на что не надеясь И потом не разочаруешься Тоже верно Тоже верно Меня просто радует то, что мы еще пока живы И мы вроде двигаемся Конечно, нас не ограбили Да Это прекрасная синьорита Добросила нас сколько-то километров до дороги Которая идет прямиком на Мериду И там мы уже простояли где-то час Под палящим солнцем в ожидании машины Наши ожидания скрасили люди, которые куда-то бежали И машины, которые их сопровождали с иконами Нам дали какие-то ливенцы Кстати, вы когда-нибудь пробовали чупа-чупс с перцем? Если же нет, то рекомендую Мне очень понравилось Высадили где-то посреди вообще ничего И вот чувак второй раз уже к нам опять нас же подъезжает Ола Окей Едем с ним дальше Данный очень мух произошел Мы проехали 50 километров Потом вот наш мужик, который нас довез Что-то уехал, развернулся Потом нас догнал Проехал дальше Приостановился Что-то уехал В итоге развернулся И обратно Уехал Что-то говорит Типа Ай да, короче Вперед Мы, конечно, нифига не понимаем Но вот Витунь он такой Немного Ну, как будто он, короче, не в этом Не в комедиях снимается Счастье наше было недолго Я только записал и остановился Мы проехали, наверное, два километра Но зато здесь вот есть Где посидеть Нике Вот этот водитель Запомните его Первый, с кем мы довольно плодофорно Пообщались на испанском Как бы это удивительно Не звучало С моим словарным запасом Примерно в 20 слов Реально Мы понимали друг друга А еще я три часа сидел на табуретке Между двумя сидениями Отчего чуть не развалилась моя спина А вместе с ней и моя пятая точка Почему пятая Почему точка Об этом я думал последние полчаса Хоть как-то пытаясь отвлечься от боли Мереда Мереда – это столица штата Юкатан И одновременно самый крупный город на полуострове Так что на его изучение мы потратили целых два дня Проезд на автобусе стоило всего 8 песо Но понять, куда они едут Было практически невозможно Разве что те, где было написано Центро и Меркадо Поэтому мы ходили пешком Ходили много и очень много Мереда – это первый город, построенный колонистами Или колонизаторами Не знаю, как правильно Но факт остается фактом Если убрать из этого города мексиканцев То от Мексики тут практически ничего не останется Везде чувствуется испанская архитектура с узкими улочками, небольшими парками, где можно посидеть и попить кофе в теньке Самое, на мой взгляд, потрясающее и именно мексиканское место – это монумент родине Почему-то путеводители и гугл игнорируют его, когда ищешь достопримечательности, но я игнорировать не стал Почему-то он мне напоминает печенье Или это желудок мне напоминает о еде Ладно, давайте пройду Гуакамоле первый раз я попробовал в Замбии А в Мексике я распробовал его до конца Испанские конкистадоры называли это блюдо маслом бедняков И вправду, основной ингредиент – это авокадо И авокадо здесь можно купить за 1 доллар за килограмм И, по сути, за 2-3 доллара приготовить гуакамоле на целую компанию Сейчас я первый раз в жизни буду пробовать делать гуакамоле Я еще ни разу его не делал Быстренько посмотрел на рецепт Посмотрим, что получится У меня будет лайм, 5 авокадо, чтобы было посыпнее И 3 помидора Еще нужно у кого-то спросить соль, но... Может, я не торпаюсь Это я буду на часами Это стоит 25 песен в магазине Чедрауи Все будем делать сюда, наверное Это помыть Так, я их решил чистить не до конца Я просто почищу их с одной стороны А потом я все равно буду натирать их на терке Так что, в принципе, шкурка мне даже пригодится, чтобы не сточить пальцы Помидоры вкуснецкие Лук здесь очень вкусный Натру цедру Так, мешаем это примерно в однородную массу Чуть-чуть соли Спустя 5 авокадо получается вот такая вот смесь Не самая идеальная, но вполне неплохая Давай, дегустируй Не, не иначес Иначес тоже ничего Сколько лимона ты положил? Целый? Поляр Супер вкусно, да? Слишком вкусно, чтобы продолжать есть Это мой первый гуакамоле И он получился, по-моему, неплохо Кисловатый, но я съел его почти за один раз А местные такую порцию едят несколько дней ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы пытаемся выбраться Из города Мереда Он оказался достаточно немаленький Да, быстро Нужно идти 14 километров Поэтому мы ищем автобус Я на каком-то форуме отыскал сайт Называется MoveIt И сейчас попытаемся идти, короче, на локацию Откуда отправляются автобусы Не знаю, посмотрим Будет классно, если это все работает Потому что как искать по-другому транспорт Тут не совсем понятно Тут местные почему-то все время советуют Ехать именно на том транспорте Который между городами ездит Приложуха, конечно, вроде подсказала, куда идти Но по факту именно такого автобуса нету И мы поспрашивали людей Нас что-то направили куда-то Говорят, скажите, что надо в Уман какой-то идти Ну да ладно В Уман так в Уман За 11 песо нас вывезли из Мериды в Уман Не путать с Уман И затем мы пошли ловить машину дальше Порой автостоп в Мексике кажется самым быстрым из всех стран, в которых я бывал Исключая, конечно же, штат Чьепас, где мы застрянем совсем скоро Это забастание, что ли? Какое-то началось Жгут стены замка Ебай, изгоняем злого духа Ну, эти 170 километров пронеслись мы за 2 часа И приехали в городок под названием Кампечер Ты 50 раз... Давай, давай, давай Пускай все знают Что за человек тут со мной едет Короче В Тае тебе 50 раз спросят, голодный ли ты Тебе купят покушать Даже если ты говоришь, что ты не голодный Тебе спросят, если бы тебе ночевать И оформят тебя в отель, если тебе надо Мне кажется, нас спрашивали просто Мы немного, ну, а он, блин, испанил Ну, хрен знает Ну, типа... Ну, кстати, нас спрашивал чувак, который нас подвозил на фуре Ну, он нам воды тогда купил Да, он спрашивал, типа, хотите ли вы есть, по-моему Ну, он что-то про еду там, типа, показывал Такой, типа, вон, вот так вот, типа, ягва Мы такие, о, агва, агва, агва Потому что жарко было, был день, да Ну, да Вообще, я очень удивлена Просто, что до сих пор нас никто не накормил Вот так вот Короче, мы в... где мы? В Компече В Компече мы Кстати, вот пока мы ехали, все было отстойно-отстойно Типа, вообще ничего красивого А тут уже... вот мы высадились Тут вроде поприкольнее Ребят, зацените просто, вот дорога, да, вот мы по ней идем А вот тротуар, блин, он по пояс мне просто Что это? Как они вообще до этого догадались? Потому что они все очень низкие Не, ну это, кстати, очень круто Потому что, ну, машина тут стопудово не задавит никого Нужно сначала спуститься Потом перейти и умудриться быть не сбитым А потом обратно подняться Здесь вот уже намного прикольнее Но меня напрягает то, что тут почти все люди просто в маске идут Город Компече открыл мне глаза на то, как последние 10 дней меня обсчитывали местные на сдачу Поэтому, если будете в туристических регионах Мексики, то обязательно считайте, сколько вам дают сдачи И ни в коем случае не доверяйте торгашам и даже людям, которые работают в супермаркетах Как бы они вам не улыбались Компече очень похож на Мереду Местами прям под копирку И что нас немного расстроило, так это то, что хоть они находятся на побережье Но оказалось, что тут совсем нету пляжей А еще тут нет места в недорогих хостелах Есть места на Букинге? Одно Одно? Да, спасибо Алла Ты говоришь английский? Нет Нет Мы нужны комнаты или... Бед? Да, Руссия? Руссия? Нет У нас есть ресурсия? Нет У нас есть ресурсия? Нет Нет Два? Но Букинг говорит, что у нас есть один? Нет 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 Мы нужны комнаты или плохие комнаты? Нет У нас есть ресурсия? Нет 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 Букинг? Нет 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 Как это комната? Ты хочешь комнату? А? Ты хочешь комнату? Для отдыха? А? Да, если бы я тебя понимал, я тебе с удовольствием... Да примерно так же... Может... М? М? Нет Нет Давай 430 А? 430 Мы заселились... Вот такой вот номер... Сейчас на этот раз комната... Тут туалет, не туалет... Не знаю почему, но вот здесь есть раковина... И всё... И вот какой-то щиток... Не знаю, он не открывается... Здесь кровать... Ноутбук... Шмотки... Шмотки... И телевизор... Мы его сразу выключили... И включили вот эту штуку... Наташа ушла покушать... Я монтирую видосик... Настрой... На самом деле так себе... Потому что... По идее мы потихоньку выезжаем из туристической зоны... А... Раньше жилье было дешевле... Сейчас мы за него отдали почти полторы тысячи рублей... А следующее место, куда мы поедем... Там написано то, что нужно будет платить ещё в четыре раза больше... И... Как-то, блин... Вообще не круто... Тысяча пятьсот рублей за вот этот номер за ночь... Блин, нам придётся тут остановиться... На две ночи, блин, это трёшка... Трёшка за вот эту конуру... Тут, блин, пахнет плесенью... Я не знаю, тут видно, не видно... Да, видно... Вот эти вот разводы ужасные... Ну, типа, это ещё не главное... Главное всё-таки, что коробит эта цена... Мне нужно домонтировать... Выгрузить, наконец-то, видос... Потому что меня уже задолбили все... Когда же он будет... И... Поедем дальше... Будем смотреть водопады... К... Нил Сумидеру... Сумидеру... Ну, помню, да... Помню, Сумидеру... И потом поедем на побережье Олахаки... 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 Короче, ну, вы поняли, наверное... Очень радует то, что автостоп складывается пока что... Хорошим образом... Нас ещё никто не ограбил... Нас никто не побил... Ничего нигде не выкинули... Ничего плохого не было... Всё, что мы читали... Как бы всё это, короче... Оказалось пока что неправдой... Не знаю, как у нас получится... Не получится дальше с Наташей путешествовать... Пока что вроде всё круто... Я, честно, вообще очень рад... Она так стойко... Прямо ко всему относится... И, блин... Я просто... Я просто вахер от того, сколько мужества в этом человеке... Потому что, ну, вот... Девчонка реально просто, типа... Да, гул... Путешествовать по Мексике автостопом... Типа, без проблем... Не знаю... Напишите в комментарии, кто бы... Вот смог бы так же... Я почему-то не уверен в то, что большинство... Смогли бы... Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня донатами... Ребят, вы просто супер красавчики... Присоединиться к ним, кстати, можно по ссылкам в описании... Псс... Сейчас это очень сильно влияет на частоту выхода в видео... Но, в любом случае, спасибо за просмотр... И до встречи в новом видео... Всех обнял... Всем пока... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok...